Первым в даче ложных показаний Сотрудничает со спецпрокурором Мюллером и бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Он был вынужден уйти в отставку после того, как стало известно о его контактах с российским послом США Сергеем Кисляком. Флинн якобы не уведомил об этом начальство. По данным следствия, перед одним из разговоров с послом, Флинн получил звонок от высокопоставленного члена команды Трампа. Как сообщает CNN, это был зять президента Джаред Кушнер. Американские СМИ пишут, что и другие члены команды Трампа могли знать о контактах Флинна. Бывший советник по национальной безопасности признал вину в даче ложных показаний в декабре прошлого года. В феврале 45-летний Рик Гейтс, давний партнер Пола Манафорта и сотрудник предвыборного штаба Трампа, признался в сговоре и даче ложных показаний. Он соврал ФБР о встрече с неким конгрессменом, на которой присутствовал и Манафорт. Гейтс сказал, что тогда тема Украины не обсуждалась, но следователям удалось доказать обратное. В марте выяснилось, что во время президентской кампании Трампа Гейтс общался с бывшим офицером ГРУ, который работал на Манафорта в Украине. О связях Гейтса с экс-офицером ГРУ стало известно из показаний Алекса Вандер Зваана, 33-летнего голландского юриста и зятя российского олигарха Германа Хана. Он признался в даче ложных показаний о своем общении с сотрудниками предвыборного штаба Трампа. Зваан стал первым, кто в рамках расследования Мюллера получил тюремный срок. Юрист отсидел 30 дней и заплатил штраф в 20 тысяч долларов. От сотрудничества с американским следствием он отказался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова